Добрый день, здравствуйте! Продолжаем разговор о рунах, и сегодня, 14 мая, у нас четвёртая встреча. Когда-то это тайное знание было доступно только посвящённым, но сегодня любой может прикоснуться к нему, если пожелает, конечно. Это возможность научиться говорить на языке энергии Вселенной и развить своего рода контроль над собственной жизнью. На предыдущих встречах я старалась простым и понятным языком рассказывать о значении каждой руны, её проявлении и о том, как адаптироваться к их энергиям. Принципы составления и использования рунических форм и комбинаций, поверьте, нельзя изучать с экрана таким публичным образом, потому что это индивидуальный процесс. И для этого вам понадобится хороший практик, знающий преподаватель или вы сами. Нужно будет проложить собственный путь, основанный на поиске литературы, многочисленных ошибках и постоянном анализе. Я просто даю вам информацию и хочу сказать ещё раз и донести до вас главное, что руны – это язык энергии. Сама руна – это определённый тип энергии, который изображается как символ и который может помочь вам привлечь определённую энергию. Пока существует виденый и невидимый мир, будет существовать энергия и наоборот. В своей жизни много раз вы испытывали разные вариации энергии, но в этих ситуациях вы не знали, как ими совладать. Вспомните ту пустоту, холод, который окутывает всё тело, как паутина иногда. Или когда ты чувствуешь, что у тебя больше нет опоры под ногами и ты говоришь «я больше не могу». Или то наполняющее, тёплое чувство, когда смотришь на успехи своего ребёнка, друзей. Или когда ты сеждишься, расстраиваешься, отчаиваешься. Это те виды энергии, которые вы прошли, соприкоснулись, но не осознали их. Возможно, научиться их трансформировать. Это возможно. И умея ими распоряжаться, превращать их в полезные энергии для себя. Если не ошибаюсь, при второй встрече мы, по вашим просьбам, я обещала, что опишу значение рунь одним-двумя ключевыми словами, чтобы вы могли пользоваться этим как быстрой подсказкой. Надо сказать, задача, конечно, непростая. Потому что об одной руне можно говорить долго, да и у разных людей они проявляют себя по-разному. Следовательно, старший футарк и первая руна. Фэху – символ, имущество, материальное благополучие, деньги. Используется для достижения материального успеха и духовного обогащения. Урус – сила. Турисас – победа. Ансус – уста, разговор, общение, бог. Райдо – путь, дорога. Кано или кено – оба варианта правильные. Факен. Гебо – союз, соглашение, подарок. Буньо – прибыль, радость, успех. Девятая руна – хагалас. Град, разрушение и строительство нового на руинах. Десятая руна – наутиз, нужда, аскетизм, воздержание. Руна иса – лёд. Помните, наверное, она замораживает всё. Двенадцатая руна – ира, стабильность, год. Эваз – защита, равновесие. Четырнадцатая руна – перто, олицетворяет птицу феникс. Пятнадцатая – альгиз, все виды защиты. Например, в связке с наутизмом или удалом. Защищает жильё, транспорт, помещение и тому подобное. Шестнадцатая руна – соул, солнце, свет, тепло. Тейваз – семнадцатая руна – сила, справедливость, мгновенно принимает правильное решение. Обратите внимание, тринадцатая руна – эйваз, шестнадцатая – тейваз, а девятнадцатая руна – эваз. Названия отличаются на одну букву. Вначале я часто, например, их путала. Значит, у нас есть три руны таких, похожих по названию. Это эйваз, тейваз и эваз. Восемнадцатая руна – беркана. Это женщина. Её женственная, нежная и заботливая энергия. Девятнадцатая руна – эваз. Лошадь, которая мирно выведет вас из сложной ситуации. В то время, как в одиночку вы уже не справитесь с проблемой. Манас – человек, личность, индивидуальность. Лагус – вода, поток воды. Суть его в том, чтобы адаптироваться к ситуации, принять её. Двадцать вторая руна – ингус. Итог, дары, урожай. Одал – семья, очаг, традиции, родина. И последняя, двадцать четвёртая руна – тагас. День, свет, новый цикл. Вот двадцать четыре руны вкратце. То есть для начала следует элементарно знать название руны хотя бы. А в принципе, процесс изучения рун, поверьте мне, бесконечен. Разные руны в разных ситуациях могут представиться вам абсолютно с новой или иной стороны. Но базовые знания необходимы. Сегодня я прощаюсь с вами. И, как всегда, желаю вам мира и здоровья. До свидания.